хороший день как вы думаете друзья сколько воды в реке или если другими словами сколько воды уносится рекой за все время ее существования для этого нужно начать с того что рассчитать площадь поперечного сечения реки визуально виртуально разделяем русло реки перпендикулярно получается у нас такой некоторый обрубочек как бы до в кавычках и вот его торец то есть поперечный профиль реки нужно рассчитать его площадь как это делается на карте есть необходимая для этого информация как-то указание 20 деленное на 04 ты в данном конкретном случае 20 это ширина русло но 4 это глубина конкретно 20 метров это ширина русло 404 это глубина далее как рассчитывается плещется как визуализируем вот это зеркало воды поперечный поперечник русло 20 метров как рассчитать площадь принимается то есть допускается что 20 метров поперек русло одно тоже ровно и но в половину меньше рисуем дно и в половину меньше соединяем таким образом получается у нас перевернутая трапеция с основаниями 20 и 10 метров а площадь этой фигур мы уже можем высчитать площадь трапеции это полусома оснований на высоту ну в данном случае на глубину а глубина у нас на карте указано как 04 считаем площадь равна полусома оснований 20 плюс 10 30 пол сумма пополам 15 метров умножаем на высоту то есть на глубину на нашу на 04 сколько получилось у вас наверняка у вас должно получиться 6 метров то есть площадь поперечного сечения нашем случае равна 6 метров как понимать эту цифру эта цифра если что иной как объем воды объем воды реки проходящий через поперечный профиль за секунду через поперечное сечение за секунду то все профиль поперечное сечение за секунду 6 метров еще шесть еще шесть кубометров и еще шесть да это немного ну и речка невелика читаем дальше сколько воды у нас пройдет через наш профиль то есть через наше буквально русло за минуту считаем 6 метров за секунду далее наши 6 кубических метров умножаем на количество секунд соответственно на 60 получаем 360 кубических метров в минуту просто правда да и немного кстати а сколько воды протекает за час тоже логика 360 метров до кубических умножаем на количество минут на 60 получаем так 360 умножаем на 60 так 6 на 6 36 пишем 3 в уме 3 на 6 18 плюс 3 21 21 и два ноля сносим в конце получается 20 на 1600 правда 21 1600 карандашик затупился метров кубических в час немного это на самом деле немного а сколько воды уносится рекой за день за сутки считаем 21 1600 спокойно-спокойно сейчас подходим самому интересному в час умножаем на количество часов на 24 часа получаем сколько ну 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 сколько сколько совершенно верно 518 тысяч 400 кубометров сутки ну конечно конечно я все посчитал заранее и теперь знаем сколько воды утекло за день чтобы рассчитать сколько воды утекает за всю жизнь реки нужно естественно знать ее возраст как рассчитать возраст реки сейчас покажу но существует много методов археологический геологический тоже всем известный метод руководящих ископаемых но какой бы метод вы не использовали ни один из них не даст абсолютно точных результатов я пользуюсь например вот таким методом я всегда думал что для самых сложных явлений все равно существуют самые простые расчеты и скорее всего так оно и есть сейчас нам нужно рассчитать скорость вреза русла а для начала понять что такое врез русла в видео эрозия контентальной коры я рассказывал уже об этом и повторюсь что на каком-то этапе речка представляла себя маленький ручеек в небольшом прогибе рельефа впоследствии водой уносится материал русла ручья заглубляется увеличивается площадь водосбора то есть попадает в русло ручья больше и больше и больше воды увеличивается эрозионная способность река разрастается увеличиваться количество притоков и т.д. и соответственно русло понижается понижается и понижается врезается относительно исходной горизонтали естественно понимаемо что на это уходит время и именно про это сейчас и пойдет речь как рассчитать время вреза данном случае я отсылаю вас к интересной статье которая мне попалась вместо 4 назад называется она с какой скоростью врезаются реки надеюсь видно автор никонов а а статья опубликована в журнале в 11 номере журнала природа семьдесят первом году на странице 79 видно надеюсь эта статья о том какими методами рассчитываются скорости вреза разных рек крупных средних малых горных равнинных и т.д. существует там диаграммы приведены к бы цифры и доведена логика вот и автор пишет что судя по всему точных расчетов нет естественно судя по всему скорость вреза русел малых рек малых рек равна где-то 0,7 1 и 3 миллиметра в год в среднем опять-таки держим в голове среднем я набрался наглости округлить это до 1 миллиметра в год чтобы можно было без деталей без лишних цифр высчитать в конце концов решить нашу задачку и так мы понимаем что средняя скорость вреза русла нашей маленькой реки 1 миллиметр в год то есть на 1 миллиметр наша речка врезается в рельеф за год на 10 миллиметров то есть на сантиметр русло взрывается за 10 лет соответственно на 10 сантиметров за 100 лет на тысячу миллиметров на 1 метр то есть в среднем за тысячу лет на 10 метров река заглубляется в рельеф примерно за 10 тысяч лет и на наши 20 метров это глубина вреза реки покши про которую сегодня идет речь в среднем за 20 тысяч лет современная абсолютная высота русла относительно балтики у покши где-то 84 метра с копейками из-за линии прилегающих высот там где-то переваливают за 110 метров но в среднем там идет врез чуть больше 20 метров я опять-таки округляю для простоты до 20 метров нам сейчас важно понять сам принцип они получить нобелевскую премию и так чтобы при глубине вреза 20 метров получается возраст гидрографического объекта около 20 тысяч лет в среднем и в целом да это так и есть а теперь продолжаем наши расчеты которые мы приостановили будучи на берегу мы рассчитали сколько нашей рекой уносится воды за день 518 тысяч 400 кубометров в день а сколько уносится ею за год считаем дальше просто умножаем на количество дней 365 получаем 189 миллионов с небольшим кубометров воды и соответственно это показатель за год показатель за год кубометры за год и мы умножаем эту цифру на количество лет которые мы только что высчитали и таким образом получается что за все время существования нашей реки покши на рельефе она унесла пронесла через свое русло в среднем около 3 триллионов 784 миллиардов 320 миллионов кубических метров воды я даже представить себе не могу не то что эту цифру а тем более объем такой воды с чем бы это сравнить вот представьте что вы заморозить всю эту воду и поделили разрезаны кубические километры если выставить эти километры друг за другом то ряда это этих километров хватит в аккурат выставить до самого озера байкал или попроще давайте распилим весь этот лед на кубические метры получается такой квадратик метр на метр да и на метр один кубик поставили на него второй кубик поставили и так ставим друг на друга аж до самой луны вот таких колонн можно выстроить 9500 штук ну или совсем просто если эти колонны строить от земли до солнца таких колонн нужно выстроить 25 штук много это или мало судить вам я думаю вы сможете придумать как весь этот объем воды поэффектнее разлить в какую-нибудь тару и написать в комментариях уверен вы справитесь удачи а не у как у собака